Эпопея по отстаиванию придомовой территории длится уже давно. Напомним, 28 ноября 2011 года между Севастопольским городским советом и ООСЕЗАМ ЛТД был заключен договор аренды на земельный участок площадью в 10 соток, находящийся по адресу улица Дмитрия Ульянова, 2. Затем последовали решения судов о приостановлении строительных работ. Борьба шла с переменным успехом. С тех пор длится и протест местных жителей. Его новую волну вызвало решение последней сессии горсовета, где депутатский корпус вновь принял сторону застройщика. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи. Трудового элемента. Если еще неделю назад мы думали, что власть на нашей стороне, то в свете последних событий, в свете событий, происходящих в городском совете, мы четко должны понимать, никто, ни на какие уступки, в плане того, что ваш участок не будет застроен, не пойдет. Люди намерены действовать решительно, не отдавая своей земли ни пяди. Мы будем пикетировать, обращаться, мы ни за что не дадим им строиться. Ни за что. Я прежде всего обращаюсь к людям, которые имеют власть, временную власть сейчас. Пробудите, пожалуйста, совесть свою и сердце свое. Мы пытаемся, стараемся, озеленяем и цветы, и деревья. Все стараемся сделать. Нашим родным депутатам, за которых мы голосовали и боролись, им оказывается абсолютно все равно. Впрочем, не всем депутатам все равно. Решение последней сессии было не единогласным. Некоторые народные избранники категорически против застройки при домовой территории. Тем более, что и решение судов никто не отменял. Поддерживаем мнение и требования жителей, в частности, не рассматривать какие-то вопросы с продлением сроков строительства ООСИЗАМ до тех пор, пока окончательно не будут закончены все суды, а суды действительно идут. Был один суд, второй. Сейчас будет апелляционный суд, не исключено, что до касации дойдет, до высшего хозяйственного суда. А общественник Иван Камелов предложил более радикальный пассивному пикету сценарий, поставив пример жителей домов по улице Корчагина, где на месте постройки 12-этажного дома люди во главе с председателем госадминистрации разбили аллею. Я предлагаю обратиться к Владимиру Григорьевичу Яцубе и принять участие в субботнике по закладке аллеи. Давайте назовем ее именем нашего президента Виктора Федоровича Януковича. В этом году ульяновским дворам уже 45 лет. Почти полвека они продержались в первозданном зеленом виде. Но вот свое 46-летие микрорайон может встретить уже уплотненным. Лариса Раевская, Рената Малышева, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова